приступим к созданию схемы сборки захвата создадим файл схемы сборки и вставим в него основную сборку нашего захвата сохраним файл здесь мы будем выполнять сдвиги компонентов их можно выбирать прямо на модели или раскрыть дерево построения и выбирать целые сборки для сдвига и так для начала сдвинем сборку системы пневматики вверх на минус 400 миллиметров выставим необходимое положение камеры и нажмем запомнить положение камеры внизу на панели раскадровки показан сдвиг компонента и соответствующая камера для этого сдвига и так дальше сдвинем вверх также на 400 миллиметров сборку системы электрики выберем расположение камеры и нажмем запомнить положение камеры на панели раскадровок мы видим компоненты которые сдвигаются и соответствующее положение камеры которые мы сохранили и при запуске анимации у нас выполняется сборка и движение камеры дальше выполним сдвиг выберем винт и болт на первом прижимном устройстве и гайку и шайбу на втором прижиме сместим их вверх на 100 миллиметров и затем выберем оставшиеся гайку и шайбу с одной стороны и шайбу и винт на втором прижиме и сместим их вниз на минус 100 миллиметров чтобы это движение происходило одновременно на панели раскадровок мы сместим сдвиги соответствующих компонентов затем выполним сдвиг целиком все сборки прижимного устройства для этого найдем его в дереве построения и выполняем сдвиг сместим его внутрь на 40 миллиметров и затем вниз на 150 миллиметров и затем вниз точно так же сместим вторую сборку прижима внутрь на 40 миллиметров и вниз на минус 150 также чтобы они смещались одновременно совместим на панели раскадровки соответствующие компоненты переместим шкалу в конец анимации выберем расположение камеры и нажмем запомнить положение камеры затем выберем винты которые крепят кожух выполним их сдвиг вверх на 300 миллиметров и затем в сторону на 200 миллиметров на 200 миллиметров также запомним положение камеры и затем выполним сдвиг кожуха вверх на 300 и в сторону на минус 200 миллиметров также запомним положение камеры которое мы выбрали и чтобы не было пробелов на шкале панели раскадровки растянем участки сохраненных положений камеры затем выбираем следующие 4 винта которые крепят верхний корпус и сместим их вверх на минус 280 миллиметров и затем в сторону на минус 200 и также выставляем необходимое расположение камеры и нажимаем запомнить положение камеры сместим верхний корпус вверх на минус 250 и затем в сторону на минус 200 на минус 200 Дальше сместим винты, которые крепят пневмоцилиндр, назад на 150 миллиметров. Выставим расположение камеры и нажмем «Запомнить положение камеры». Выберем болт и две шайбы и сместим их вниз на минус 50 миллиметров. Запомним положение камеры. И теперь рычаги вместе с пневмоцилиндром могут быть смещены вверх. Выбираем все детали, которые принадлежат к рычагам. Выбираем все валы, подшипники, крышки, а также кольца, которые расположены на валах. Из дерева «Построение» выберем также тарельчатые пружины. И находим все детали, которые нам необходимы. Выбираем все подшипники и кольца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Построение» выбираем «Построение камеры». Если для какого-то из двигов был выбран ближний компонент, например, как здесь эта крышка, ее можно найти в панели раскадровки и удалить все операции. Также можно редактировать уже созданные сдвиги. Далее выполним сдвиг пневмоцилиндра. Назад на минус 130 миллиметров. Дальше выполним сдвиг болта. И крышки вместе с шайбами. Затем выполним сдвиг тарельчатой пружины. Также на 120 миллиметров. И чтобы она смещалась вместе с крышкой, болтом и шайбами. отредактируем на временной шкале этот сдвиг, чтобы их временные шкалы совпадали. Запомним положение камеры. Продолжение следует... Затем сместим винты, которые крепят крышку, вверх на 90 миллиметров. И затем сместим крышку, которая крепит рычаг. Также вверх на 70 миллиметров. Также запоминаем положение камер. и при необходимости растягиваем его на временной шкале. Теперь сместим валы. Достанем их из рычагов. Смещаем их вниз на 80 миллиметров. Теперь рычаги можно между собой рассоединить. Выберем кронштейн вместе с винтом. С винтом и кольцом и сместим их назад, на минус 50 миллиметров. Также малый рычаг вместе с кольцом сместим на минус 50 миллиметров. Второй такой же рычаг вместе с кольцом сместим в обратную сторону также на минус 50 миллиметров. И чтобы эти рычаги вместе с кронштейном смещались одновременно, на панели раскадровки совместим На временной шкале эти смещения Запомним положение камеры для этих смещений. И теперь выполним сдвиг основных рычагов. Левый рычаг сместим вверх. И затем в стороны. И второй рычаг сместим вниз. И также в сторону. Также на временной шкале совместим смещение этих рычагов, чтобы они двигались одновременно. Перейдем в конец шкалы анимации. Выставим положение камеры, при котором будет выполняться смещение рычагов. И нажмем запомнить положение камеры. И теперь запустим анимацию сборки. Анимация выполняется последовательно в обратном порядке, и выполняются плавные переходы между сохраненными положениями камеры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На панели «Публикация» нажимаем «Видео». Выбираем формат файла, расположение файла, а также его имя. Выбираем область публикации. У нас будет весь диапазон. И поставим галочку «Обратить» для того, чтобы анимация выполнялась из конца в начало. После сохранения откроем папку, которую мы указывали. И проверяем, как создалось видео сборки захвата. Также можем создать чертеж, схему сборки. На чертеж вставляется созданная разборка. И тонкими линиями показаны направления сборки. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok